В Воронеже открылся 18-й международный шахматный турнир, который последние годы носит имя легендарного гроссмейстера, чемпиона мира нашего земляка Александра Алехина. В этом году шахматный фестиваль в столице Черноземья обещает побить немало рекордов. Воронежский шахматный турнир «Мемориал Алехина» в этот раз стал самым масштабным за всю его историю. Более 400 участников приехали в Воронеж из 40 регионов России и 13 зарубежных стран. Есть международная система ICP, система международных турниров по швейцарской системе, которые проходят во многих городах мира. И вот наш турнир входил даже в первую десятку, а сейчас уверенно входят в первые 15 или 20 лучших турниров. Уровень считается по силе ведущих гроссмейстеров, которые участвуют в турнире. То есть вы представляете, сколько городов в мире? Воронеж в первые двадцатки. По числу заходов на сайт шахматного фестиваля во время турнира, это более 60 стран мира и десятки самых разных городов. Это не то, что вот только из Германии или только из России. Наоборот, самые разные города Германии, самые разные города Франции, Соединенных Штатов. И не случайно к нам на сегодняшний турнир приехали спортсмены из Мексики, член сборной Мексики, член сборной Австралии, должны монголы подъехать и другие участники. В прошлом году индусы были. То есть вы понимаете, какая, если отвлечься чуть от шахмат, это одновременно прекрасная реклама города Воронежа. То есть в десятках городах мира Воронеж знает, как столицу вот такого крупного шахматного турнира. Тем более он носит имя великого Александра Алехина, который корнями связан с Воронежской землей. Поэтому вот та задача, которая сейчас решается в области, потихонечку возвращать былую славу воронежских шахмат и более того, поставить задачу среди мужчин добиться самых лучших по мировым стандартам успехам, вот эту задачу в том числе помогает решать наш турнир. Благо есть поддержка губернатора, благо есть международные уровни организаторы, такие как Александр Раецкий, есть тренеры международные уровни, такие как Михаил Александрович Кислов. Так что воронежские шахматы выходят на новый уровень. Предваряя основной этап мастер-опен по классическим шахматам, где участники будут бороться за баллы для присвоения званий международный мастер и гроссмейстер, состоялся однодневный турнир по быстрым шахматам. Обладателем кубка стал Иван Розум из Вологды, международный мастер. Было очень непросто, то есть каждая партия была в очень напряженной борьбе, проходила, но удалось так, ну все сложилось так, что удалось выиграть партию за партией, то есть я не воспринимаю этот успех как в целом, что я набрал 89, я просто играл партию за партией, вот, каждую отдельно взятую на победу и все. И в сумме сложился вот такой результат. В принципе для меня это тоже немножко неожиданно, вот, но, как бы, все закономерно, я считаю. В следующих этапах будете участвовать в турнирах? Да, планирую. Скажите, какой у вас сейчас рейтинг и какие планы на будущее? Мой рейтинг сейчас в классику составляет 2,545, вот, я международный мастер пока на данный момент, но ожидаю в августе уже присвоения звания гроссмейстера.